Девочка-пай 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 Так улучшения от процедуры, на которую я ходила делать, ну и для лечения глаз, я не увидела. Как бы, кроме того, что, как бы, вот эти вот последствия синячные туда-сюда. В общем, муж поехал с сыном к маме, я отказалась, не поехала. Не могу, не в том состоянии, плохо себя чувствую. Не хочу, знаете, жаловаться, да? Наталкивать людей. Еще Ксюхе пришла посылка, надо на почту идти. За меня же никто не заберет, на меня просто, на мою имя, фамилию. Ну вот. Ну, к вечеру, чтобы развеяться, в общем, решили все равно съездить. Муж сказал, давай я тебя с вашим родителям чай попить хотя бы. И сегодня 9 мая. Всех Днем Победы. Поэтому я, короче, не знаю, выйти, оно у меня не проходит сюда-сюда. Я решила наклеить патчи, но, конечно, нельзя еще, потому что тут сосуды все повреждено. Но я хочу попробовать. Этот более-менее уже отходит, но вот больно. Ну, когда повреждается тканец, оно держит, оно все болит. Здесь вот сосуд порвался, здесь вообще текло полдня очень, не могли остановить кровь. Потом решили уже спиртом поджигать и перевязку, может, не сделал. Ну, вот поэтому. Глаза уволят. Не, ну они прикольные. Я сижу, пытаюсь интернет, ютуб открыть. А, кажется, у нас света нет. Нет, видите, не горит. Чусы не горят. Представляете? Я думаю, что за фигня. Мои ушли, и я осталась в край одна. Пришлось очки одеть. Вот что Ксюша же пришла. Я еще так идти не хотела. А сегодня уже 9 мая. Нахера мы поперлись? Сегодня уже красный день, правильно, календаря? Поэтому как бы он не работает. Так что назад поедем. Вон флаг висит советский. Люди вообще снимаются. Камеру ставят на штатив и всю болтовню, всю херню выкладывают. Антон тоже порезался. Ножи точил. Я, главное, пияжку... Я чуть не всплывалась. Ты видела? Видела. Видела утки вон там? Там какой-то типа пруда. Болота. А чего, что у тебя на канале нет такого видео? Посмотри, как тут красиво. Я один раз была тут Ксюха-Колус. Это было три раза. С тобой, с ними еще. Сцена. Сцена. Бе-е-е. Вот, иди, стой. Я не умею петь. Антон, ты куда пошел? К уткам, что ли? Да, это могут быть искусственные. Малины искусственные. Одна. Одна, одна, розовая. Где козлик? Козлик, да? Что кушать? Транску кушать. Вот тебе и контакт на ЗСП. Да. Я его потеряла. Не нжуется, не знает на козлик. Ага. А все ли холодно, он сейчас тяги надуешь. И даже лавочка разноцветная. Таффелька осталась. Куда? Антон, тебе надо? Да. А то, нет уже. Ага. 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 Антон уже тут не первый раз. Мадина тоже со мной один раз была и вчера все знает. В Донецк, потому что такой прикол ТикТок. ТикТок. Золотой? Самый красивый это у нас. Где она на корову? ТикТок. ТикТок с щукой почти тысяча. Ты портила все. Ты сама просила. Я вот небо снимаю. Красотища. ТикТок. 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 ИGO. Как ваши ощущения? Горезонтально мама мне говорит. Он ему тоже... Ты же мне так сказала! Мама вчера передала нейтрализация запахов от Фаберлик. Вот я хочу почитать, ну что если я жену астматик. Можно типа на мебель, табак. Химически нейтрализует молекулу, которая является причиной нежелательных запахов, во-вторых, отталкивает ароматы, третьих, освежает, не увлажняет воздух, состав непонятный. Нажмите на кнопку над основанием головы, триггера распылителя. Сейчас попробую. На диване я не буду брызгать, потому что нельзя там, где спишь, брызгать. Лучше вообще ничего не брызгать. А я забыла у мамы вчера лимон взять. Забыла, забыла. Все, будем завершать влог, будем обрабатывать. У нас такой май холодный, потому что холодно, дожди, ветер. Как-то так. Захар почему-то у меня очень плохо пьет морсы. Потом, знаете, я родителям покупала вчера соки и три штуки взяла в маркет. Вот этот вот, перекрестки. Я хочу сказать, что они такие прикольные, они неплохие, густые, вкусные очень даже. Мне очень понравился апельсиновый сок. Рассмотритесь. Ребята, я настолько представляю, что я просто не могу. Вот как я могу такую морковку положить в воду и варить? Мне почему-то кажется, что все вредные вещества... А я себе еще черемшу взяла. Оно все может питаться в морковку и в картошку. Поэтому я лучше чищу. А еще сегодня я читала статью, и там одна женщина... Черемша. Маринованная. Воняет на весь холодильник. И на меня это вообще было дико. Я, конечно, понимаю, что сальвенеллез убивается при 60 градусах, он умирает, погибает. Но я все равно не знаю, ребят, я бы не смогла сварить яйца вместе с морковкой и вместе с картошкой.